Добрый день! Перед нами кубик Рубика 2х2. Это младший брат кубика 3х3. Он чуть меньше размером и имеет гораздо меньше элементов. Если мы их сравним, то в кубике 2х2 есть только углы. Рёбер нет. Поэтому, как нетрудно догадаться, сборка кубика 2х2 будет аналогично сборке кубика 3х3. Многие думают, что раз 2х2 меньше, собирается быстрее, то стоит с него и начинать изучать головоломки. На самом деле нет. Эффективнее гораздо начать с кубика 3х3 и уже на основе его собирать остальные головоломки, в том числе и 2х2. В этом видео я расскажу, как собирать кубик Рубика 2х2 методом для начинающих. Если вы уже умеете собирать кубик Рубика 3х3, то он будет значительно проще. Но даже если нет, и вы не планируете изучать кубик Рубика 3х3, вам только двушка нужна, то вы тоже сможете его собрать, поскольку я постараюсь объяснить все алгоритмы самым простым способом. Строение кубика 2х2. Как я уже сказал, видимые нам элементы это только углы. Здесь 8 углов, которые имеют по 3 цвета. Других внешних элементов в кубике 2х2 нет. И собирать мы будем только их. Но если заглянуть немножко внутрь, там видны какие-то еще элементы. Это потайные ребра, которые не влияют на сборку, но необходимые для механизма вращения этой головоломки. Я настоятельно не советую разбирать кубик 2х2 механически, без особой на то нужды. Поскольку это четная головоломка, есть внутренние элементы, и собирается она гораздо сложнее, чем кубик 3х3. Не так сложно, как 4х4, но все же. Если с кубиком все в порядке, то лучше его не разбирать. Перед сборкой, как обычно, убедить, что у вас кубик механически исправен, лучше взять собранный, либо попросить тех, кто умеет, собрать вам ваш кубик 2х2. Сборка кубика 2х2 будет состоять всего лишь из трех этапов. На первом мы соберем первый слой. На втором этапе мы правильно ориентируем элементы верхнего слоя. И на третьем этапе полностью соберется куб путем перестановки угловых элементов верхнего слоя. Первый этап. В кубике 3х3 мы привыкли начинать сборку с креста. В кубике 2х2 нет ребер, поэтому этап креста мы пропускаем и собираем сразу уже углы. В 3х3 мы переворачивали белый крест вниз, находили на верхнем слое уголки, имеющие белый цвет, и ставили их на место при помощи пиф-пафов. В кубике 2х2 можно делать то же самое. Но поскольку креста у нас нет, мы можем собирать белый слой на любой грани, где нам покажется более удобным. К примеру, найдем какой-нибудь белый уголок. Бело-оранжево-синий. И поставим его сразу вниз, якобы он у нас уже стоит на месте. Рядом с ним должен быть бело-синий. Ну, красный, но нам достаточно белого и синего. Он такой один. Ищем сверху бело-синий уголок. Находим. Если белый цвет смотрит вправо, нам достаточно одного пиф-пафа. То есть, вместо бело-синего вот здесь. И чтобы его сверху спустить вниз, делаем один пиф-паф. Напомню, как делается пиф-паф. Правую грань от себя, крыша по часовой. Правую грань на себя, крыша обратно. И вот у нас белый-синий уголок встал на место. Перехватываем кубик таким образом, чтобы поставленный уголок оказался слева. Ищем наверху бело-красный. Находим. Вот он сразу. Бело-красно-зеленый. Опять белый цвет смотрит вправо. Поэтому делаем один пиф-паф. Опять перехватываем куб. Этот белый-красно-зеленый уголок получился слева. Ищем наверху уголок, у которого есть белый и зеленый цвет. Вот он. Ставим в правую сторону. И опять у нас один пиф-паф. И вот первый слой собран. Не всегда у нас будет один пиф-паф. Может быть больше. Сейчас напомню все случаи, какие бывают. Для этого рассмотрим еще один пример. Найдем, к примеру, бело-оранжево-синий уголок. Поставим его вниз. Рядом с ним должен быть бело-синий. Находим сверху бело-синий уголок. Белый цвет направлен вверх. Надо сделать три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Перехватываем кубик. Здесь бело-красный. Ищем сверху бело-красный. Вот он. Бело-красный. Смотрит белый цвет вправо. Делаем один пиф-паф. Перехватываем дальше. Бело-зеленый. Ставим его над своим местом. И делаем три пиф-пафа. Поскольку белый цвет направлен вверх. Если у нас получается, что белый цвет смотрит на нас. Мы можем сделать либо пять пиф-пафов. Либо можем сделать один пиф-паф, но обратный. Сначала крыша. Потом правая. Крыша обратно. Правая обратно. Если у нас получается, что белый уголок расположен не сверху, а снизу. Но стоит неправильно. Для того, чтобы его оттуда извлечь, делаем один пиф-паф. Все как в кубике 3х3. Белый цвет смотрит вправо. Ставим на место. Также, если мы начали собирать, к примеру, с бело-красного-зеленого, может случиться такое, что на верхнем слое бело-зеленого второго уголка не найдется. А значит, он где-то находится в другом месте. Мы видим он здесь. Чтобы его достать оттуда, мы можем просто покрутить правую грань. Поскольку у нас еще ничего не собрано, и мы ничего не разрушим. Ну и после этого ставить его над правым нижним углом и делать определенное количество пиф-пафов. На самом деле, если вы совсем новичок и не хотите запоминать, когда и сколько пиф-пафов делать, вы можете просто делать пиф-пафы до тех пор, пока уголок не станет правильно. Ну, к примеру, бело-оранжевый здесь, а рядом тоже должен быть бело-оранжевый. Вот он стоит здесь, делаем пиф-пафы до тех пор, пока он не станет на место. За один пиф-паф он справился. Также, бело-синий. Смотрим. Вот бело-синий. Делаем пиф-пафы, пока он не станет на место. Он встал на место, но не той стороной. Делаем еще. И вот он на месте. На самом деле, не всегда нужно делать пиф-пафы для того, чтобы собрать первый слой. Сейчас я покажу, почему. Например, мы решили начать сборку с бело-оранжево-синего угла. Нам нужен бело-синий уголок. Мы смотрим, он находится вот здесь. Что нам мешает? Взять и повернуть его вот так. Вот они стоят рядышком. И все хорошо. Если, к примеру, мы нашли его где-то в другом месте, мы можем повернуть вот в это положение, сзади. Это если белый цвет смотрит вверх. Вот так. И он ставится рядом. Если белый цвет смотрит не вверх, к примеру, на нас, мы можем так раз в один ход и тоже поставить его рядом. Еще один момент. Допустим, у нас уже собрано два бело-оранжевых уголка. Нам нужен рядышком бело-синий. Мы находим этот бело-синий вот здесь. Сзади у нас ничего не собрано. Нам нужно ее как-то приподнять вверх и что-то с ним сделать. Но если сзади ничего не собрано, мы можем просто его поднять вот так. Нам ничто не мешает. Ну, отсюда мы можем сделать пиф-паф и все получится. Если он стоял другой стороной, мы можем его приподнять, увидеть, что он смотрит беленьким вверх. И можем сделать либо три пиф-пафа, либо отвести его назад и вот так вот двойным движением поставить рядом. Когда у нас остается один уголок, мы уже вынуждены выполнять пиф-пафы. В данном случае мы можем сделать либо пять обычных пиф-пафов, либо один обратный. Сборка первого слоя достаточно интуитивный процесс, и многие с ним справятся, не зная никаких формул. Например, возьмем за основу бело-красно-зеленый уголок и начнем вокруг него выстраивать остальные. Справа от него должен быть бело-зеленый. Находим бело-зеленый. Он смотрит вверх. Можем поставить его вот в это положение, назад и справа и двойным движением совместить с другим бело-зеленым. Перехватываем. Бело-оранжевый. Значит, рядом должен быть бело-оранжевый. Вот он стоит здесь. Мы помним, что у нас стобрано только два уголка и сзади свободно. Можем сделать отсюда либо три пиф-пафа, либо отвести его назад и вот так вот поставить рядом. Перехватываем. Бело-синий. Находим бело-синий сверху. Вот он. Подводим в позицию над своим местом. Ну и здесь можем сделать три пиф-пафа. Первый слой собран. В кубике 3х3 после сборки первого слоя мы приступали к сборке второго. Второй слой это мы собирали 4 ребра. В кубике 2х2 ребер нет, поэтому сборку второго слоя мы пропускаем. После сборки двух слоев в кубике 3х3 мы должны были сделать крест на желтой грани при помощи какой-нибудь простой комбинации. Но в кубике 2х2 опять же ребер нет, поэтому крест делать не нужно. И мы сразу переходим к этапу ориентации угловых элементов верхнего слоя. В 3х3 мы опрокидывали кубик желтым крестом влево и делали, если желтый цвет смотрит вверх, 4 пиф-пафа, если желтый цвет смотрит назад, 2 пиф-пафа. В кубике 2х2 будем делать то же самое. Креста у нас нет, просто мы опрокидываем грань, где должен быть желтый цвет, если мы начали с белого. Прокидываем ее налево. Этот кубик стоит правильной стороной, подворачиваем следующий, желтый смотрит вверх. Делаем 4 пиф-пафа. 2, 3, 4. Напомню, что сам кубик перехватывать не надо, нужно поворачивать левую грань. Этот кубик стоит правильно, подворачиваем следующий, желтый цвет смотрит назад. Делаем 2 пиф-пафа. Желтая шапка собрана. Может быть в случае с двумя углами, тремя углами и четырьмя. Рассмотрим все. К примеру, такой случай. Правильно ориентирован только один угловой элемент. Опрокидываем стороной, где должен быть желтый цвет, налево. И начинаем пиф-пафами переворачивать уголки. Этот стоит правильно. Подворачиваем следующий, желтый цвет сзади. Делаем 2 пиф-пафа. Следующий. Опять назад. 2 пиф-пафа. И еще один. Опять назад. 2 пиф-пафа. Желтая грань собрана. И случай вот такой. Здесь нет ни одного уголка, который желтым цветом направлен вверх. Снизу цвет белый. Значит, сверху должен быть желтый. Но несмотря на то, что здесь ни одного желтого элемента сверху нет, они все по бокам. Но делаем все то же самое. Желтый цвет должен быть здесь. Опрокидываем эту сторону налево и выполняем пиф-пафы. Желтый цвет смотрит назад. Делаем 2 пиф-пафа. Правильно ориентирован. Поворачиваем левую грань. Желтый цвет смотрит вверх. Делаем 4. 3, 4. Правильно. Следующий. Назад. 2. 1, 2. Ну и четвертый уголок. Желтый цвет направлен вверх. Делаем 4. Желтая шапка собрана. Ну и может быть тот случай, что собрав первый слой, желтый слой у вас тоже соберется. В этом случае этот этап пропускается. Третий заключительный этап. В кубике 3х3, после того, как мы собрали желтую шапку, мы собирали ребра верхнего слоя. Для этого мы находили два элемента, которые стоят правильно, два реберных элемента, и выполняли алгоритм. В кубике 2х2 ребер нет. И опять же, этого делать нам не нужно. И собрав в кубике 3х3 все ребра, мы делали еще один алгоритм, чтобы переставить по местам углы. В 2х2 хватит одного алгоритма. Внимательно осмотрим все элементы верхнего слоя. Обратим внимание, что здесь вот два уголка, стоящие рядом, имеют одинаковый цвет. Это так называемый блок. То есть эти два элемента правильно расположены относительно друг друга. Если мы их подведем к красному цвету, у нас полностью соберется вот эта красная грань. Если такой блок есть, то вам повезло. Это хорошо. На самом деле, это случайно и более частый. И за один алгоритм, достаточно простой, кубик у вас соберется. Причем этот алгоритм будет точно такой же, каким в кубике 3х3 вы собирали ребра. Я его покажу еще раз подробно для тех, кто не умеет собирать 3х3. При выполнении этого алгоритма нужно вот этим блоком взять кубик к себе. Если вы совместили, то перед вами будет полностью собранная сторона. И далее выполняем нехитрые движения. Правая на себя, крыша 2 раза. Правая от себя, крыша 2 раза. Правая на себя, передняя грань по часовой, пиф-паф. Правая на себя, передняя против часовой, правый слой 2 раза. Ну и доворачиваем крышу против часовой стрелки. Кубик собран. В случае, если такого блока нет, то есть все рядом расположенные уголки имеют разный цвет, мы берем кубик, не важно как, главное желтая грань сверху, и делаем просто ту же самую формулу. Правая на себя, крыша 2 раза, правая от себя, крыша 2 раза, правая на себя, перед по часовой стрелке, пиф-паф. Правая на себя, передняя грань против часовой, правая 2 раза, и доворачиваем. Осматриваем кубик, и видим, что такой блок появился. Для удобства можем совместить его со своим цветом. И еще раз выполняем тот же самый алгоритм. Правая на себя, крышу 2 раза, правая от себя, крыша 2 раза, правая на себя, по часовой переднюю грань, пиф-паф, правая на себя, против часовой переднюю, 2 раза правую грань, и доворот. Кубик собран. И этих знаний вполне достаточно для того, что собирать кубик 2 на 2 методом для начинающих. Также следует отметить, что если вы умеете собирать кубик рубика 3 на 3, и знаете алгоритм для той ситуации, когда на предпоследнем этапе ребра стоят правильно друг напротив друга, то тот же самый алгоритм можно использовать и в кубике 2 на 2. Это так называемый Т-перм. Только блок нужно взять не перед собой, а слева. И выполнить алгоритм, который за раз переставляет ребра, стоящие друг напротив друга. Квиф-паф, правая на себя, передняя по часовой, правая 2 раза, крыша против часовой, правая на себя, крыша против часовой, правая от себя, крыша, правая, передняя. В случае, когда нет ни одного блока, также можно решить за один алгоритм. Этот алгоритм называется копье и выполняется следующим образом. Передняя грань по часовой стрелке, правая от себя, крыша против часовой. Правая на себя, крыша против часовой. Делаем как бы пиф-паф, три хода. Но четвертым ходом переднюю грань против часовой стрелки. Далее делаем пиф-паф полноценный, правая на себя, переднюю грань по часовой стрелке, правая от себя, переднюю, против часовой стрелки. Тогда за один алгоритм можно собрать в случае, когда нет ни одного блока. Осматриваем кубик и видим, здесь вроде как два белых рядом стоят, но они не совпадают по цветам. Значит, неэффективно с них начинать. Начнем, к примеру, с бело-красно-синего. Рядом с ним должен быть бело-красный уголок. И мы видим, что он стоит вот здесь, над своим местом. Белый цвет направлен направо, можем сделать пиф-паф. Вот он встал рядышком. Перехватываем бело-зеленый, ищем сверху, вот он. Можем сделать три пиф-пафа, но мы помним, что сзади у нас свободно, поэтому отводим его назад и двоенным движением опускаем. Четвертый уголок, бело-оранжевый. Он стоит на своем месте, но неправильно развернут. Делаем пиф-паф, чтобы он появился сверху. Белый цвет направлен вверх. Делаем еще три пиф-пафа. Первый слой собран. Сверху должен быть желтый цвет. Видим один правильный уголок. Опрокидываем налево. Желтый цвет вот этого уголка смотрит вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Правильно развернулся. Подворачиваем следующий. Опять четыре. Четвертый. И снова желтый вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Видим, что желтая шапка собралась. Опять у нас появляется блок. Это наиболее частая ситуация. Он уже стоит у своего цвета. Берем им к себе. И выполняем алгоритм, переставляющий уголки. Кубики два на два. На себя два раза. Вот себя два раза. На себя передний пиф-паф. На себя передний обратно. Два раза правую. И дворот собрано. Смотрим. Опять у нас ни одного блока с белыми уголками нет. Этот блок неправильный, поскольку цвета разные. Мы выбираем любой уголок, который нам нравится. К примеру, вот этот. Белый, зеленый, оранжевый. Рядом с ним должен быть бело-оранжевый. Ищем его сверху. А сверху его нет. Ищем его снизу. Вот он. Он стоит на своем месте. Поднимаем вверх. И видим, что белый цвет направлен направо. Можем сделать пиф-паф. Дальше. Бело-синий уголок. Должен быть здесь. Ищем сверху. Вот он. Но если смотрит направо, проще делать пиф-паф. Следующий бело-красный. Ищем его сверху. Вот он. Опять белый цвет смотрит вправо. Один пиф-паф. И мы видим, что желтый цвет собрался сам. Радуемся этому. Ищем блок. И видим, что у нас все четыре блока. Доворачиваем кубик. И он у нас собран. Это так называемый скип. В кубике 2х2 скип бывает достаточно часто. Еще один пример. Смотрим. Все уголки белые по одному. Поэтому выбираем любой. К примеру, возьмем бело-синий. Рядом с ним тоже должен быть бело-синий. К примеру, вот он. Мы видим, что он смотрит вверх. У нас еще все свободно. Поэтому можем его отвести назад. И поставить рядом с этим. Первые два угла есть. Дальше. Бело-красный. И видим, что бело-красный у нас здесь. Правая грань у нас еще свободна. Белый цвет смотрит на нас. Мы можем просто опустить его в один ход. Это замечательно. Это гораздо лучше, чем делать пять пиф-пафов. Но так можно делать только если у нас правая грань свободна. Таким движением мы ничего не разрушим. Ищем белый-зеленый. Находим его сверху. Ставим над своим местом. Белый смотрит вправо. Делаем один киф-паф. Желтый цвет должен быть сверху. Видим два правильно ориентированных уголка. Прокидываем в левую сторону. Смотрим. Этот уголок правильный. Этот правильный. Подворачиваем тот, который ориентирован неправильно. К примеру, вот этот. Желтый цвет направлен вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Два, три, четыре. Подворачиваем следующий. Желтый смотрит назад. Делаем еще два. Желтая шапка собралась. Ищем блок. Находим оранжевый. Для красоты подводим его к оранжевой грани. Делаем алгоритм. На себя. От себя. На себя. Перед. Киф-паф. На себя. Против часовой. Два раза. Довернуть. Следующий пример. Опять смотрим. Все белые уголки стоят, где попало. Ну, мы видим, что вот этот белый-зеленый и вот этот белый-зеленый стоят так, что в один ход их можно вот так вот соединить. Почему бы с них и не начать? Берем исходную позицию. Бело-оранжевый. Ищем белый-оранжевый вот здесь. Правая грань у нас свободна. Поэтому можем просто опустить вот так. И уже три уголка за два хода у нас собраны. Ну, четвертый уголок стоит некрасиво. Чтобы его достать снизу, делаем пиф-паф. Теперь он белым цветом обращен вверх. Делаем еще три пиф-пафа, чтобы поставить на место. Желтый цвет должен быть сверху. Опрокидываем налево. Этот стоит правильно. Подворачиваем следующий. Желтый цвет сзади. Делаем два пиф-пафа. Этот уголок хорошо стоит. Этот желтым направлен вверх. Делаем четыре. Три, четыре. И у нас еще один скип. Все белые уголки стоят по отдельности. Значит, выбираем какой-нибудь один. К примеру, вот этот бело-синий-оранжевый. Ищем бело-синий. Смотрим, сверху его нет. Тут его нет. А где он? Он вот здесь вот. За нашим бело-синим уголком. Ну, в таком случае мы можем движением с задней грани его поднять наверх. Он белым получается обращен вверх. И вот из этой позиции он легко встанет рядом с первым бело-синим. Перехватываем. Бело-красный, а он следующий. Ищем сверху. Вот он. Ставим над своим местом. Белый смотрит вправо. Можно сделать пиф-паф. Ищем четвертый уголок. Вот он некрасиво стоит, но на своем месте. Делаем пиф-паф. Поднялся наверх. Белый смотрит вправо. Делаем еще пиф-паф. Собираем желтую шапку. Прокидываем место, где должна быть желтая грань, налево. Смотрим. Желтый уголок смотрит вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Подворачиваем следующий. Этот стоит правильно. Пропускаем следующий. Еще четыре. И последний уголок тоже смотрит вверх. Четыре. Так, у нас опять получился блок. Но что-то во всех сборках у нас такие удачные ситуации. Поэтому я сейчас немножко его перемоделирую. Допустим, у нас получилось вот так. Что ни один уголок на месте не стоит. В этом случае мы либо делаем алгоритм два раза. То есть на себя крышу. Вот себе крыша. На себя перед. Пиф-паф. На себя перед. Обратно. Два раза. Довернуть. После этого находим блок. И повторяем алгоритм. Ну и кубик у нас соберется. Либо делаем алгоритм копье. Который я показывал в конце обучающей части. Передняя грань. Правая крыша. На себя крыша. Начинаем делать пиф-паф. Но меняем последний ход. Теперь пиф-паф. И вот такие движения. И кубик собирается. А на этом, наверное, все. Всем спасибо. Тренируйтесь. Скоро будут продвинуты методы по сборке 2х2. День Тренируйтесь. Продолжение следует...